Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А я одела такую громоздкую-громоздкую кофту, потому что у нас похолодало, дорогие мои, а я мерзлячка. Сейчас с огромным удовольствием отвечаю на вопрос по поводу того, как я организовываю кухонное пространство, какие у меня есть секреты по кухне и вообще такие лайфхаки хозяюшки. А вы, в свою очередь, поделитесь своими, но именно секретами, которые вот никому неизвестны. Напишите внизу, и у нас получится такая страничка, полезная страничка. Итак, поехали. Да, не забудьте, у кого чашечка кофе, чашечка чая, а я сейчас заварила цикорий, корень цикория. И сейчас я буду пить цикорий. Итак, первый мой лайфхак. Вот, посмотрите, лежат уже листики. Я же пока занималась делами, думаю, о, вот как раз и отвечу на вопрос. Я обязательно выращиваю вот такой перчик. Да-да-да, что я из него только не делаю. Кто наблюдает за моим каналом, тот, наверное, уже тоже у себя выращивает такие перчики, причем разные, и кругленькие огоньки, и чили, и всякие-всякие. Они настолько полезны, невероятно, я рассказывала. Вот сейчас я собрала очередной урожай. Вот он у меня. И вот для того, чтобы новенький рос с огромным удовольствием. У меня сейчас кустов пять на подоконнике. Это многолетний, это многолетний перчик, дорогие мои. Даже если он сбросит листву, ничего страшного, обрежьте его, продолжайте поливать периодически. Только не заливайте, чтобы не погнило. Что я из него делаю? У меня есть изумительный соус из него. И есть рецепт. Посмотрите в тех плейлистах кулинария. Зайдите ко мне на канал Кэтрин Докс и посмотрите кулинарию. И прошу вас, очень прошу вас, смотрите меня в Ютубе именно на моем канале, на Кэтрин Докс. Если кто-то меня там демонстрирует, то ссылочки должен давать. Если ссылочки не дают, пишите им. Пишите жалобы, что это чужой канал и ворованная информация и прочее. Я вот делаю такие штучки, закатки, посмотрите. Я часто показываю, у меня есть рецепты. Зайдите ко мне на плейлист. Я делаю вот такие вот закатки. Причем разных видов. Здесь зелени масса, чесночок, вот этот вот перчик добавляю, укроп, петрушку и так далее. И все это с солью и с маслом мелко порублено. Очень долго хранится в холодильнике. Но я не делаю большие баночки, я маленькие, чтобы было всегда свежее. Потом вытаскиваю чайную ложку и добавляю сразу вот эту свежую зелень. Например, в кашку или в супчик, или в соус, или выпекаю что-то и обязательно добавляю. В любой, даже в овсянку запаренную. В запаренную гречку. Куда угодно. Даже просто можно положить на черный кусочек хлеба. Так, это первый лайфхак. Второй лайфхак, это вот, посмотрите, я продолжаю проращивать лук порей. Сейчас самое время. Осень. Самое время. Посмотрите. Вот он у меня растет. Очень просто. Покупаем лук порей. Ну, он вот такой вот большой. Как правило, он дорогой. Но есть период, когда его собирают массово. И в этот момент он как раз дешевый. Это значит время, сезон. Я люблю сезонные овощи. Я беру, например, он вот такой вот огромный, по полметра. Я его беру, использую. Я люблю тушить с водичкой, чуть-чуть с маслечком. Потушить к мясу и так далее. В общем, я абсолютно в разные блюда кладу. И в борщ, и в салаты, и все. Всегда много зелени. Я про него рассказывала, насколько он полезен, почему я его обязательно, это обязательный мой продукт. Срезала полностью. Видите место среза? Посмотрите сюда. Вот это место среза. Уже полностью он у меня закончился. А эту часть я не срезаю. Я ставлю, и он продолжает у меня расти. Из этого места среза очень быстро, в течение трех-четырех дней, у вас уже вырастет большой такой хвостик, который я продолжаю использовать. И так несколько раз до полного его истощения. Потом новый покупаю. Поэтому он у меня вот такой вот лайфхак. Многоразовый лук порей. Ну и заодно показываю вам, как это легко выращивать. Все крупы, я имею ввиду бобовые и пшеницу, я проращиваю и употребляю. У меня также есть все на канале. Посмотрите. Следующий мой лайфхак. Это хранение. Есть такие у меня очаровательные контейнеры. Вы можете их часто видеть на полочках. Ну, например, вот этот контейнер. Давайте его возьмем. Или вот этот контейнер, который я вешаю вот на такие крючки. Посмотрите. Это, кстати, масочка с Венецией. Она мне настроение дает. Вот. Сейчас покажу. Очень удобно. Вот контейнер. Получается такой комплект контейнеров. Но они создают вам порядок. Даже для колонок у меня есть контейнер. Здесь колонки. Я могу их повесить на крючок. Вот так они будут держаться. Могу поставить. Могу поставить на полку. Могу поставить на стол. Очень удобные контейнеры. Хранить можно все, что угодно. От ручек до записок. Значит, вот давайте посмотрим вот этот мой канцелярский контейнер. Здесь у меня ручки. Но я еще дополнительно сюда в коробочку кладу. Для чего? Я вам объясню. Когда какая-нибудь ручка без колпачка или сама которая открыта, то она что делает? Она рисует вот это дно корзиночки контейнера. И мне это не нужно. Поэтому я держу или карандашики. Поэтому я держу в коробочке, чтобы не рисовали дно. Здесь у меня клей. Всегда нужная вещь. Здесь у меня подставки очаровательные для кофе, чая и так далее. Это у меня такие английские подставочки. И на самом деле вот эти гостиницы, они до сих пор существуют. И там написано на каждой подставке. Вот. Каждая подставка это шедевр. Например, написано The Lion Inn, что означает гостиница Лев. И где находится? Багден. И вот такая вот она. Вы ее можете до сегодняшнего дня есть реставрирована наблюдать. И вообще, какая жизнь была в Лондоне. У меня просто здесь в Англии. В старой доброй Англии. Или вот, например, вот эта подставочка. Посмотрите. Это ну, в общем, The Ship Inn гостиница называется Овца. Где находится Элвистон. Посмотрите, какая красота. Просто произведение искусства. Вот. И вот я пробковый. С этой стороны пробка. Вот. Изумительная вещь. Это мне как... Это все с Великой Британией. Этот наборчик. И у меня поднимается настроение. И такое, знаете, что ли ощущение какое-то романтическое, когда я пересматриваю вот эти вот подставочки. Ну, люблю. Это как раз подходит к моему стилю, дорогие мои. Потому что я все-таки стараюсь соблюдать в чем-то стиль. Ну, тут у меня записки на сегодня, на завтра, что нужно сделать или важные дела и так далее. Потом я эти записки выбрасываю. Все. То есть такой вот органайзер. Корзинка-органайзер. Здесь что? Здесь то, что мне нужно прямо не то, что на каждый день, на каждую секунду. Скажем так. Это сода, это соль, это имбирь. Уже заканчивается, надо добавить. Я имбирь использую и сухой, и свежий. Корица я, ой, это не корица, корица вот. Вот это корица, а вот это имбирь. И сухой, и свежий. Также корица я и палочки, и порошок использую. И стружку. Вот. Всем советую. Следующий очень удобный лайфхак. Во-первых, использую вот такое мыло. Когда-то мне сестричка привозила с Израиля специальное мыло, но оно закончилось. Недолго не могла найти заменитель. Нашла, есть такое мыло у нас. Вот оно ходило везде. Это Литва. Это производит Литва. Вот такая вот Жовчу называется. Желчью. Представляете? В общем, мне подходит изумительно. Во-первых, приятный аромат, а во-вторых, потер немножечко пятнышко, и все. Его как и не было. Вот всем советую. Это не реклама, поэтому я так. Называется Жовчью, то есть Желчью. Но совершенно волшебным образом убирает. Дальше губки. Губки я люблю вот такие и вот такие. Значит, вот это чудо-губка, она даже может быть, вы не намочили ее, сырая, сухая, она убирает пятна. Такая чудо-губка. Тоже мне когда-то лет, скажем, лет 7-6 назад сестричка открыла, с Израиля привезла первую, а потом я стала сама находить. Ну, это простая губка, но она мне очень нравится, что с этой стороны такая поверхность, с этой такая. И еще железная, ну, что вам там говорить, и стружки у вас у всех есть. Очень часто использую вот такие скатерки. Это скатерть полициленовая. Вот. Не жалко выбрасывать, дешевенько. Для интерьера хорошо что-то накрыть где-то. При входе, когда дождь, грязь, лякать, стелю вот эту штуку. На нее ставлю обувь. То есть, не только на стол. Вот везде, где можно, где нужно, я использую. Они дешевые, и очень, очень даже необходимые в хозяйстве. Что-то накрыть, что-то завернуть, где-то застелить. Очень часто делаю ремонты, и мне вот эта скатерть просто необходима. То там подстелить, то там подстелить, то там. Советую в хозяйстве всем иметь. Следующее, что я использую у себя в хозяйстве, это тряпочки, которые, как я уже говорила, старые майки, старые, какие-то ХБ, вот такие вот маечки, которые из натуральной ткани. я всегда использую в хозяйстве, никогда не выбрасываю. Порежу на кусочки, и вперед из песни. Очень хорошо. И зачем покупать? Всегда в хозяйстве пригодится. Везде у меня в хозяйстве такие тряпочки. И на даче, и на летней резиденции, и на морской резиденции, и здесь. Дальше тряпочки, вот такие вот. Это что за тряпочка? Это, скажите, полы мыть. Да, можно полы мыть, но я использую еще просто как коврик-подстилка. Знаете, вот ванной. Ванной, коврик-подстилка. Одну постирала, вторую положила. Дальше, сверху накрывать стиральную машину. Очень удобная ткань. Очень, чтобы не оббивались углы. Следующий мой лайфхак. Это в прихожке как коврик. То же самое. Очень удобно. Полы также мыть. Следующий вариант, поэтому у меня всегда много. Это, когда не хватает, не хватает тряпочек хороших, чтобы насухо вытирать. Я режу на несколько частей, на пару частей, на 4 части. Порежете, и у вас, или на 8 частей, и у вас будет шикарная тряпочка. Поэтому у меня и про запас всегда лежит. Шикарная влагопоглощающая, и это будет дешевле, чем в магазинах вот эти готовые тряпочки. А на улице у нас осень, осень. Сейчас я поберу вот так вот, чтобы-то я побрызгала сейчас свои растения. на улице осень-осень уже покрыла полностью листвой. Там сушим, сушим, видите, белье. Вон там белье сушим. С этой стороны площадочка. И листочки, листочки, листочки. Как похолодало немножко, сразу все деревья сбросили листья. Ну, а я продолжаю вам рассказывать, как удалить катышки легко. Валик для удаления катышков с одежды я не покупаю. Делаю сама. Просто дешево. Один раз купила когда-то, а потом одеваю на вот этот вот, что крутится, как бы наклеиваю скотч. Скотч. И все. На полулитровую можно пластиковую бутылку наматывать двусторонний скотч. И работает не хуже специальных валиков. Если у вас нету вот этой специальной штучки. Двусторонний скотч. И все. Супер. И не надо большие деньги тратить на заменители. Полы крашеные как мыть. если крашеный пол. Вот у многих людей есть крашеный пол. Никогда не нужно крашеные полы мыть и добавлять туда порошок. Это неправильно. Нельзя добавлять мыло или соду туда. Именно я имею ввиду прокрашенный деревянный пол. От этого краска тускнеет и выцветает. А нужно теплую воду налить туда чуть-чуть на шатырного спирта и одну чайную ложку где-то на один литр воды. И после мытья пол нужно тщательно вытереть сухой вот такой как я вам показала тряпочкой. Почему я об этом говорю? Да потому что дорогие мои у меня видите там паркет а здесь плитка и получается нужно чтобы и паркет блестел и плитка блестела. Для плитки то что подходит для плитки не подходит для паркета и все а паркет это все равно что крашеный пол на самом деле вы красите лаком покрываете лаком паркет а потом чтобы не тускнел он вы берете и вот так вот делаете вот этим рецептом с нашатырным спиртом лаком а потом